Заменять очное образование дистанционным нельзя. Вот тебе мы заплатим, ты не поддерживай вот эту вот бузу, как они любят говорить, переворот. Враг-то у нас один капитал, а школа как разваливалась, так и разваливается. Детского сада как не было, так и нет. Такое предложение – это окончательное развязывание рук застройщикам. Здесь даже вопрос, ну, просто какого-то человеческого отношения конкретно к этому ребенку. Детям просто некуда уходить в школу. Марат Шкерзианович Хуснулин публично говорил, что он генплан каждый день нарушает. Сегодня этот уровень ответственности нулевой, и, по сути, нерадивым чиновникам ничего не бывает. То есть это такая некая сегрегация, которая, я уверена, просто недопустима в нашей стране. Привет, друзья! На дворе последний месяц лета, и в мэрии Москвы вновь заговорили о необходимости модернизации школ. Создание на базе морально устаревших зданий новых суперсовременных заведений. Пример такой школы уже есть в выловом в Москве. Школа номер 338 имени Героя Советского Союза Александра Авдеева теперь превратилась в школу-гигант. Кулинариумы, стильные классы, скалодромы, суперсовременные оборудования. Но родители недовольны. Они написали массовое коллективное обращение депутату Мосгордумы Елене Янчук с просьбой спасти своих детей. И вот сегодня мы решили встретиться с Еленой и узнать, что же не так в этой школе-гиганте. Елена, здравствуйте! Скажите, чем недовольны родители? Ведь если смотреть сайт вот этой школы, то выглядит все довольно прогрессивно. Школа действительно неплохая, но дело в том, что даже такого гиганта не хватает на всю Новую Москву с ее плотной застройкой и недостатком социальной инфраструктуры. Ко мне обратились родители детей, которых переводят во вторую смену. Дело в том, что в их классе, помимо всего прочего, учится девочка со спинальной мышечной атрофией. Эта девочка очень активная, она староста класса, она дружит со всем классом, активный, хороший ребенок. И если она будет переведена во вторую смену, она просто не сможет приходить жизненно необходимые ей реабилитационные процедуры. Поэтому сначала мама девочки обратилась ко мне и обратилась к директору департамента образования Александру Молоткову с просьбой не переводить их класс в вторую смену, потому что тогда фактически девочка останется и без друзей, и без класса, и без хороших перспектив. Департамент ответил, что не получится, у нас не хватает мест, у нас большое количество учащихся, и мы все классы переводим в вторую смену, там, с девятого класса. То есть мы все классы переводим, а для девочки мы можем предложить перевод в другое здание комплекса, но при этом это здание сейчас, во-первых, не оборудовано ничем для того, что там занимался колясочник, а девочка, соответственно, к сожалению, на коляске. СМА такое гадкое заболевание, которое совершенно не влияет на когнитивные способности, но влияет на физический аспект, хотя девочка молодец, она борется, и она максимально сохраняет свою подвижность, и как староста класса, хорошая ученица, это о многом говорит. Значит, не оборудовано никакими необходимыми средствами, хотя департамент вроде как в будущем обещает, но главное, что фактически развалится дружный коллектив и та самая инклюзия, о которой очень много говорят. И, собственно, тут уже все родители, не только вот девочки спинально-мышечные атрофии Даши, но и родители детей и одноклассников обратились ко мне коллективно после такого ответа от департамента. Смотрите, Елена, но федеральный закон об образовании, он никак не регламентирует смены, там ничего об этом не сказано. Единственная инстанция, которая регламентирует образование, это СанПИН, и согласно СанПИНу действительно учиться во вторую смену можно. Исключение представляют только первые, пятые, девятые и одиннадцатые классы, во всех остальных классах все можно. То есть они нарушают нормы СанПИН этим или нет? Дело в том, что у нас здесь как раз речь идет сегодня о восьмом классе, а далее о девятом, десятом, одиннадцатом. То есть, по сути, на мой взгляд, нормы СанПИНа нарушаются, но при этом и нарушаются законные интересы ребенка-инвалида. Сейчас повсюду говорят о том, что там необходима инклюзия, необходимо, чтобы дети с ограниченными возможностями максимально интегрировались в сообщество с детского возраста. И здесь как раз такой пример. Поэтому здесь даже вопрос, ну, просто какого-то человеческого отношения конкретно к этому ребенку и конкретно к этому классу. А если у чиновников на государственном уровне не получается построить необходимое количество школ, может быть, отдать это на откуп частникам? Вот, например, Павел Грудинин в совхозе имени Ленина пытается уже третий год сделать пристройку к школе, потому что в совхозе есть прекрасная инфраструктура, туда едут люди жить, работать, учиться, но ему чиновники это сделать не дают. Почему? Ну, в случае Павла Николаевича Грудинина, во-первых, на мой взгляд, очень грамотно. В совхозе имени Ленина вообще распределена жилая застройка и непосредственно социальное учреждение. То есть здесь как раз тот пример, когда продумано, чтобы количество тех детей, которые проживают в совхозе, ну и там в окрестностях, и объем учебных учреждений там плюс-минус был нормальным, сбалансированным, и дети могли нормально посещать школу, не уезжали в другие поселки. Что касается препятствования Павлу Николаевичу Грудинину такой пристройки, на мой взгляд, это некий произвол чиновников, и я считаю, что это просто продолжение давления на Павла Николаевича, потому что уж больно не нравится популярный человек, который тратит заработанное не на себя, не на яхты, не на офшоры, не на каких-нибудь там... У ЦИКа другая версия. Ну, у ЦИКа другая версия, тем не менее, Павел Николаевич, по-моему, достаточно аргументированно пояснил, что то, что было предоставлено, это не имеет никакого отношения к действительности, и он довольно развернуто это комментировал. Так вот, Павел Николаевич тратит деньги на социальную инфраструктуру, на высокие зарплаты работникам, на строительство домов, в которые потом как раз-таки работники могут и заселиться, на льготных условиях получить квартиру после работы в совхозе и прочее. То есть здесь, на самом деле, пример такой правильной градостроительной политики. Увы, у нас в Москве градостроительная политика совершенно носит иной характер. То есть, в частности, сначала застройщик обещает на словах построить социальную инфраструктуру вслед за ЖК, но на практике он от этой социальной инфраструктуры отказывается. И в той же Новой Москве, ко мне есть множество таких обращений, на месте, где должна была быть школа, детский садик, поликлиника, вырастают дополнительные жилые комплексы, туда заселяются люди, и, конечно же, это приводит не только к транспортному, но и к социальному коллапсу. Детям просто некуда ходить в школы. Более того, к сожалению, сегодня департаменты, на мой взгляд, не слишком следят за этим и, наверное, услужливо так предоставляют цифры, как будто бы социальной инфраструктуры хватает. В тех отписках, которые мне приходят, написано, что у нас всего хватает по нормативам. По факту же мы видим переполненные школы, очередь детских садов, нехватку, мест в школах и детских садах, вот такие вторые смены. Сергей Семенович Собянин сказал по поводу генплана, что это кондовая советская история, и сейчас нужен гибкий мастер-план в каждом районе. Отдельный, да? И как вы к этому относитесь? На мой взгляд, такое предложение – это окончательное развязывание рук застройщикам. Если сегодня их еще как-то сдерживает генплан, хотя Марат Шкерзианович Хуснулин, который сейчас на вице-премьером у нас стал, публично говорил, что он генплан каждый день нарушает. Но, внимание, вопрос, во-первых, почему он нарушает, во-вторых, почему ему за это ничего не было и не бывает, и, в-третьих, вообще, что это за градостроительная политика такая, которая не имеет никакого горизонта планирования. Если мы получим так называемый мастер-план, который даже не урегулирован в законодательстве, фактически мы получим совершенно еще более волюнтаристскую и градостроительную политику. Сегодня что у нас происходит? Допустим, промышленные зоны. Обещалось, что там будут восстановлены промышленные предприятия, высокотехнологичные предприятия на новой основе. По факту там строится большое количество жилых комплексов. Постоянно жилые комплексы пытаются залезть на зеленые зоны, на ОПТ, на охранные территории. Увеличивается плотность застройки, ухудшается инсоляция, недостаточно общественных пространств. Мы, к сожалению, уже даже видим это в рамках реализации программы «Реновация». Но сегодня это чиновникам сложнее согласовать. А с мастер-планом, как мне кажется, и чиновники, и застройщики будут работать еще в большей связке, им будет еще проще застраивать наш город своими коммерческими ЖК и получать сверхприбыли. И еще возвращаясь к образованию, а может ли быть решением проблемы перегруженности школ дистанционное образование, например? Вот накануне представитель организации «Родители Москвы» он предложил министру посвящения уйти в отставку, потому что все протестуют против дистанта, а сейчас же проводится эксперимент на добровольной основе по созданию информационной и цифровой среды. Вот как вы к этому относитесь? Я считаю, что дистанционное образование ни в коей мере не может заменить настоящее образование. Школьное образование, университетское образование. Дистанционные технологии хороши как некое дополнение для факультативов, для получения новых навыков, но уже после изучения базовой программы. Тот эксперимент, в котором невольно мы все оказались, дети оказались из-за коронавируса, показал на самом деле очень страшные результаты. Это и падение успеваемости детей, и ухудшение их здоровья, это действительно зафиксировано. Ухудшение их психологического состояния, усвояемости, качества усваивания материалов и многого-многого другого. То есть фактически мы уже, к сожалению, сами прожили в этом эксперименте, и уже было показано достоверно, что никаким образом заменять очное образование дистанционным нельзя. Но, конечно же, для чиновников всех уровней очень выгодно было бы вообще снять с себя всю эту социальную нагрузку, ту самую социалку, о которой они любят говорить, но никогда не любят ничего делать, и полностью запереть детей дома, в их квартирах, с нехваткой электронного оборудования, в небольших помещениях вместе с родителями. Пусть там учатся, кто хотят. Естественно, для детей, скажем так, привилегированных слоев, мы видим, что сегодня капитал пытается разделить у нас людей вновь. Конечно же, образование останется очным. Более того, даже в те самые, в тот самый острые пандемийные моменты, если государственные школы и вузы перешли на этот самый дистант, широко критикуемый, заслуженно, то очень многие частные заведения продолжали работать очно, частные спортивные заведения продолжали работать очно. А, допустим, государственные, бюджетные, детско-юношеские, спортивные, досуговые, образовательные, конечно же, учреждения, все полностью перешли на дистант. То есть это такая некая сегрегация, которая, я уверена, просто недопустима в нашей стране. Нас много смотрят подписчиков из регионов, где еще больше проблем со школами. Это нехватка школ, это отсутствие капитального ремонта, который уже годами просто не делается. Это и очень низкие зарплаты учителей, которые по сравнению с московскими просто небо и земля. Вот что вы можете сказать на это? Может быть, люди, может быть, как-то, чтобы им можно снизу вообще повлиять на эту ситуацию? Вот каждому и учителю, и родителю. Для того, чтобы обеспечить наши регионы нормальным, хорошим, доступным образованием, построить новые школы, новые больницы, новые детские сады, нормально платить учителям, необходима совершенно другая работа с бюджетом. Необходимо, во-первых, переспределение бюджетных средств в пользу социалки. Необходимо, конечно же, в принципе, развитие экономики регионов и прекращение вот такого доения регионов, значит, в интересах центра и в интересах определенных групп лиц. Поэтому здесь, скорее всего, нужна как бюджетная работа, так и нужна совершенно другой политический подход и политическая воля. Сегодня на социалку, повторюсь, много очень о ней говорят, но, к сожалению, она каждый раз во всех наших регионах строится, строится, воссоздается, ремонтируется по остаточному принципу. Поэтому приоритет именно социалки, приоритет образования должен быть закреплен как в нормативно-правовой базе дополнительно, так и, естественно, некой практикой, правоприменительной практикой, практикой работы исполнительной власти. Это должно быть жестким KPI, если вы не отремонтировали школы, то есть не построили новый, если вы не довели зарплату учителей до зарплаты адекватных, то, например, такой губернатор, например, не нужен, или там такое заксобрание, очень странное. Другое дело, что формально у нас есть указы Владимира Путина, которые в том числе регламентируют это самое увеличение зарплат работников образовательной сферы. Но очень часто чиновники просто формально отчитываются, они берут там какую-то сумму среднюю по больнице, они берут, допустим, сумму персонала, который оплачивается максимально, могут отчитаться, например, зарплаты директора и прочее, и обычно им за это ничего не бывает. Поэтому здесь, мне кажется, важно еще обращаться непосредственно к учителям, непосредственно родителям, допустим, к своим представителям, допустим, к депутатам региональных заксобраний, к депутатам Государственной Думы. Ну, можно даже обращаться и к нам, по крайней мере, мы можем использовать нашу трибуну, в том числе для того, чтобы рассказывать о том, что происходит в других регионах. Поэтому здесь, с одной стороны, большая активность людей, большее количество обращений, чтобы мы знали реальную ситуацию, а не ту искаженную картину, которую нам представляют чиновники. Ну, а с другой стороны, совершенно другие бюджетные приоритеты и совершенно другой уровень ответственности за неисполнение главных социальных обязательств перед людьми. Сегодня этот уровень ответственности нулевой, и, по сути, нерадивым чиновникам ничего не бывает, максимум их там на камеру пожурят, а школа разве как развалилась, так и разваливается. Детского сада как не было, так и нет. Это недопустимо. Вы говорили про задачи губернаторов на местах. У нас, например, школа 52, в которой я училась, непосредственно в Пензе. Там уже который год вход просто как после бомбежки выглядит. И при этом недавно экс-губернатора Белозерцева задержали с чемоданами денег дома. Да, это как бы выглядит не очень красиво, людям непонятно. И, тем не менее, вот учителя могут как-то с помощью профсоюзной какой-то деятельности повлиять тоже на ситуацию? У вас был такой опыт сотрудничества с профсоюзом учителя? Да, конечно, профсоюзная работа организаций, независимые профсоюзы – это вообще один из самых лучших механизмов отстаивания своих прав. Трудовых прав, но и в целом прав на достойную качественную работу, на достойное окружение. У меня был опыт работы в Москве с школьным, точнее с дошкольным профсоюзом школы 1550. Пришел новый директор, ухудшил условия труда людей, начал их увольнять, приводить своих администраторов для того, чтобы переспределить деньги в их пользу. Люди объединились в профсоюз, они боролись, они отстаивали свои права, в том числе в суде. Удалось, на самом деле, добиться довольно важных аспектов. Например, это не ухудшение объема оплаты труда преподавателей, это не ухудшение условий отдыха, пытались сократить им там максимально. К сожалению, пока профсоюзная активность, она не носит массовый характер. И каждый раз мы призываем к тому, что не стоит бояться, потому что интересы, ваши интересы, они совершенно одинаковы с интересами вашего коллектива. Очень часто администрация, руководство пытается вас разделить. То есть сказать, что, например, вот тебе мы заплатим, ты не поддерживаешь вот эту вот бузу, как они любят говорить, перевороты. В школе все будет спокойно, тихо. Но на это не стоит вестись, потому что враг-то у нас один капитал. У людей, людям нечего делить, школьным учителям нечего делить, медицинским работникам нечего делить. И, собственно, только объединившись, они смогут защищать свои трудовые права так, как это должно происходить. И, собственно, только такое низовое объединение им может повлиять на ситуацию, в том числе на все уровни власти, потому что власть очень реагирует на такие объединения. Несмотря на то, что на школу, на социалку средства выделяются, к сожалению, коррупция у нас никуда не делась. Все это сохраняется, и поэтому даже те деньги, недостаточные, которые выделяются, они наполовину вот так вот расходятся по карманам, в том числе, вероятно, вот таких губернаторов, которых мы иногда видим, как задерживают. Но, опять же, можно задержать одного, на его смену придет другой, но система сегодня не дает никакой гарантии, что это придет человек, который будет нормально исполнять свои обязанности. Друзья, это была депутат Московской городской думы Елена Янчук. Ну, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие у вас возникают проблемы в школах, если вы учитель или родитель. Мы попробуем осветить эту проблему, придать широкой огласке. Ну, и подписывайтесь на канал «Свободные прессы». Скоро увидимся. Пока.